Здравствуйте! В эфире Рукоделкины, программа для тех, кто любит и умеет создавать вокруг себя праздничное настроение. На календаре май, самый цветущий и ласковый месяц весны, который также любим нами за большое количество праздников, а на праздники, как водится, чаще всего дарят цветы. Поэтому сегодня я решила показать мастер-класс по изготовлению цветов из гофрированной бумаги. Куда отправиться за материалами для цветов и где найти все, что мне необходимо для работы, вопроса не возникло. Мне на помощь всегда приходит отдел рукоделия «Мастерица», который находится в магазине «Дом книги», что на площади Ленина 3. Сотрудники отдела постоянно работают над тем, чтобы удивлять северян новыми творческими идеями. Первыми предлагают последние тренды для поклонников хендмейда, постоянно удивляют наличием самых редких и дефицитных товаров. Прежде чем мы приступим к работе, расскажу несколько интересных фактов о гофрированной бумаге. Среди многочисленных поделочных материалов она пользуется огромным спросом. Исторические факты указывают на то, что впервые она появилась в Англии еще в середине 19 века и служила подкладкой для шляп модниц Туманного Альбиона. Сейчас это универсальный декоративный материал, из которого создают оригинальные искусственные цветы, наряды и костюмы. Флористы используют ее при оформлении букетов. Дизайнеры украшают интерьеры, создавая настенные панно, подвесные гирлянды и бумажные помпоны. Цветы из гофрированной бумаги незаменимы для свадебного торжества. Современные невесты мастерят себе букеты, которые порой невозможно отличить от настоящих цветов. К тому же создание одноразовых бумажных букетов – это минимум времени и вложений. Сейчас вы сами сможете в этом убедиться. Для работы нам понадобится уже готовый набор «Цветочная фантазия», в который входят гофрированная бумага различных цветов, клей, флористическая лента, шаблоны – лист и чашелистик, нитки, ножницы и проволока. Сегодня я покажу, как без особых трудностей можно смастерить гвоздику и тюльпан. Начнем с гвоздики. Я заранее подготовила листья и чашелистик, которые вырезала по шаблонам из скреповой бумаги, но одну заготовку оставила, чтобы показать вам. Итак, берем один листик и смазываем его клеем. В центр кладем проволоку и накрываем сверху вторым листиком. Чтобы получилось 4 черенка, по шаблонам нужно вырезать 8 листочков. Далее складываем лист розовой бумаги вдвое и растягиваем края бумаги так, чтобы они стали волнистыми. Теперь берем толстую проволоку, которая послужит стеблем, и накручиваем на нее бумагу, формируя наш цветок. Затем крепим цветок на стебель нитками и сверху приклеиваем чашелистик. Затем крепим цветок на стебель нитки. Далее соединяем наш бутон и листья. Финальный этап – соединить стебель с листьями при помощи трейп-ленты. Ну вот, дорогие друзья, гвоздика или, как посчитала наша съемочная команда «Роза» готова. Теперь будем делать самый ранний весенний цветок – тюльпан. Заготовки я сделала заранее, поэтому сразу к делу. Лепестки я сделала по шаблонам, у меня их 8 штук. Сгибаем каждый вдвое и скручиваем основание. Из лепестков я сформировала бутон, теперь прикрепляем наши листья. Завершаем работу. Обматываем стебель флористической лентой. Напомню, что спонсором нашего мастер-класса является отдел товаров для творчества «Мастерица», который находится в магазине «Дом книги» по адресу площадь Ленина 3. «Мастерица» – это рай для рукодельниц, ведь здесь можно найти абсолютно все – от красок до декоративных пуговиц, наборы для вышивания, скрабукинга, квиллинга, декупажа, рисования и многое другое. Так что приходите за покупками и выбирайте то, что вам по душе. Кроме гвоздик и тюльпанов, на свете великое множество красивых цветов. Идей также много. Главное иметь желание и время для их реализации. Лично я желаю вам иметь и то, и другое. Вы смотрели программу «Рукоделкины» и я надеюсь, что идеи нашей творческой команды вдохновят вас. Не пропускайте наши новые передачи «Воображайте и фантазируйте», творите и экспериментируйте.